Замалчивание отзывов доверителей Подзаголовок Этический запрет размещения отзывов доверителей адвоката необходимо проверить Кодекс профессиональной этики адвоката содержит запрет на размещение информации о адвокате, если она содержит отзывы о нем со стороны других лиц В последнее время, в связи с массовым выходом адвоката в сеть, это правило, мягко говоря, не совсем соблюдается По моему мнению, это повод для более внимательного рассмотрения этого этического адвокатского запрета Что такое отзыв со стороны других лиц? Речь идет о размещении отзывов от благодарных доверителей адвоката Знакомство с положительным отзывом – это мощнейший аргумент для принятия решения о выборе конкретного адвоката или адвокатского образования Это один из форматов сарафанного радио Мы не найдем сегодня ни одной юридической, ни адвокатской фирмы, на сайте которой не находился бы раздел «Отзывы клиентов» И это не случайно Отзывы – сильнейший маркетинговый ход Почему нет? Установка, идущая еще из присяжной адвокатуры, такова Хороший адвокат в рекламе не нуждается А тиражировать положительные отзывы клиентов – недостойно высокого звания адвоката В чем опасность размещения отзывов доверителей? Во-первых, возможен контекстный обман Адвокат может размещать только положительные отзывы, стыдливо пряча отрицательные Во-вторых, адвокат может разместить ложные отзывы, то есть попросту сам их выдумать Также нельзя забывать об институте адвокатской тайны, в которую входят сведения об обращении лица к адвокату Почему да? На сегодняшний день потенциальные доверители испытывают мощнейший информационный голод при выборе адвоката Даже в эру интернет-технологий, позволяющих выбирать адвоката дистанционно, без встречи, face-to-face Сухие строчки о номере адвоката в реестре и его специализации явно недостаточны Отзывы доверителей значительно оживляют образ адвоката в сознании потенциального доверителя Через призму отзывов адвокат видится не просто функцией, а человеком, оказывающим помощь другому человеку Однако тренд к информационной открытости адвокатов предполагает лицом к лицу встречать как положительные, так и негативные отзывы о защитниках Не скрывая, не замалчивая, а гордясь положительными и реагируя на негативные отзывы о своей профессиональной деятельности Адвокатское сообщество будет двигаться к информационной прозрачности корпорации И, наконец, не надо забывать о наличии конкуренции между адвокатами и юридическими фирмами Запрет на публикацию отзывов ставит адвоката в неравное положение по сравнению с его конкурентами Что делать? Запрет отзыва от доверителя следует пересмотреть, при этом обозначив ответственность Не изменяя кодексы профессиональной этики адвоката, а поощряя правоприменительную практику палат За размещение недостоверных и или сокрытие негативных отзывов Мельниченко Роман Григорьевич специально для блога «Новой адвокатской газеты» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...